Самарский школьник Даниил Куприянов давно мечтает о покорении космоса и к своей цели движется уверенно. Девятиклассник стал одним из 50 самых технически подготовленных и талантливых детей со всей России. Пройти отбор с конкурсом «30 человек на одно место» ему помогло эссе о перспективах колонизации Марса. Отправить людей на Марс хотел еще Сергей Павлович Королев. То есть, представляете, как это было давно. И до сих пор никаких серьезных шагов к этому не было предпринято. Поэтому хотелось бы создать что-то или поучаствовать в колонизации Марса. Таких же юных, любознательных и увлеченных космическим пространством принимает Самарский университет на третьем этапе Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник». Для финалистов подготовлена богатая программа. Они познакомятся с кафедрой космических исследований и Центром испытаний наноспутников. Также юные исследователи презентуют и обсудят проекты, представленные на конкурс. Тут и физика, и математика, и биология, и химия, и сама философия жизни не только на Земле, но и во Вселенной. То есть, это ребята, нацеленные на какие-то перспективы с точки зрения своего будущего и с точки зрения будущего развития космонавтики. В апреле финалисты уедут в Крымский Артек на космическую смену. Школьники будут изучать азы конструкторской работы не только на лекциях, но и на практике. Итогом работы победителей конкурса станет создание демонстрационной модели наноспутника. Дети под влиянием родителей, конечно, интуитивно понимают, что все абсолютно проблемы, которые возникают на Земле, могут быть решены успешно из космоса. Полностью завершить цикл работ над полноценным спутником, готовым для отправки на орбиту, участники конкурса смогут уже в качестве студентов-первокурсников в лабораториях Самарского университета. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.